Я продолжаю мои уроки с дивана. Сегодня я хожу в Голландии, и мы разбираем румынийский хору. И мы разбираем так за тактом. Два бемоля, сибиоль бемоль, и первый так начинается у нас с нотки ре, ми бемоль. Размер три восьмых. Есть такт, где будет у вас три восьмых, есть такт, где будет восьмая сторочка шестнадцатая, или же восьмая сторочка шестнадцатая, и еще две шестнадцатые. Послушаем, как это звучит. И мы делаем удаление на первую восьмую. Нотка ре, третья октава. И снова повторяется. Что важно, можно делать в машине такую трель. Вторая часть. Какие были нотки? Ре. Обязательно играем с мизинцем. Ре активно удаляем первую нотку в такте. Когда три восьмые, мы удаляем только первую восьмую. Дальше пошла последняя часть. Вот как до с мизинцем. Кому интересно. Моим ученикам. Конечно, две нотки. Все мои, все другие, которые в моем канале смотрят, слушают меня, пожалуйста. Сбираем нотки по слуху, да? Потому что музыка клесмер, это была музыка без нот. Папа играл на скрипочке, а сын подбивал на кларнете. Что такое клесмер? Это в переводе с идыша, а это немецкий диалект. Это музыкант. Кому интересно больше узнать о музыке клесмер, о музыке русского народа, я приглашаю на свой курс, онлайн-курс. Он будет происходить три месяца, один раз в неделю, я предлагаю 12 занятий. За это время вы узнаете, даже для новичков, которые еще не знают инструмент кларнет, мы с вами разберем всю аппликатору на этом инструменте и научимся играть от первых нигунов до вот таких мелодий хора, и более быстрых это мелодии шер, феликс и булгар. Моя страничка в интернете, в фейсбуке, и вы можете посмотреть. И также у меня есть моя страничка вв.кл.е. И всех приглашаю на мой онлайн-курс в скайпе. С вами был Александр Глокуров.